Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Жестко загоняюсь насчет будущего, насчет предстоящих событий, бугает то, что моя жизнь зависит от меня самой, я хочу стать лучше, я хочу дисциплинировать себя и получить полезные привычки, я хочу успешное будущее, у меня есть желание, но когда я прихожу домой, все меняется, я едва могу встать с дивана, едва могу отлучиться от соцсетей, вечное просматривание бессмысленного контента, негативные размышления, я прокручиваю в голове обиды, хочу стать лучше, я пытаюсь медитировать, пытаюсь прописывать благодарности, цели в жизни, но в страну ничего не идет, я не счастлив, я хочу духовно пробудиться, ничего не делаю для этого, я хочу добиться таланта в спорте, я визуализирую, как я бегу и соревнусь, но ничего не делаю ради достижения цели, чувствую, будто где-то из дыра, через которые выливается вся моя энергия, я очень легко злюсь, меня обидится очень много, я принижаю себя, когда вижу девушек моего возраста, которые добились успеха и живут в гармонии с собой, неприятно, мне плохо от чего-то, но не знаю конкретно от чего, просто не знаю, я потерялась, то бывают вспышки, состояние мании, когда хочется привыкнуть в горы и добиться всех поставленных целей задней, то она сменяется в депрессивный период самобичевания, не навести к себе, то бывает чувство гордости, то я учился в университете на гранте, сдала тест после 11 класса, она отличная, что вот я хочу развиваться, читаю книжки, но иногда я ненавижу себя за бездействие, застой в жизни, у меня началось это состояние университета еще в 18 году, в этом году у меня впервые случилась мигрень, сопровождающая глюком в зрительном поле, появлялись пятна, мерцания, я думал, я ослепна, но из-за этого и развелось это чувство депрессивное, в общем, я не знала, что мне делать, чувство, будто я падаю вниз, но что не хочу умирать, хочу жить, хочу жить своей жизнью, жизнью своей мечты, но ничего не делаю, что посеешь, то и пожнешь, как говорится, я ничего не сею, просто просыпаюсь с негативными мыслями и обидами на родных из жизни и с теми же мыслями засыпаю, помогите, пожалуйста. Вообще говоря, ваш текст это текст про запрос на психотерапию, такую достаточно серьезную психотерапию, я бы сказал, возможно, даже психотерапию длительную, вот, там сейчас очевидно, что довольно много всего-всего, вот, плюс, конечно, здесь играет немаловажную роль тот факт, что если вы достаточно будете восприимчивы к психотерапии, да, если вы будете достаточно восприимчивы к ней, то, в принципе, может быть, даже это и не займет так много времени, вот. Ну, тут опять же нужно смотреть, да, то есть, как вы понимаете, тут нужно смотреть, смотреть вот на то, как по факту пойдет, да, то есть, вот, смотреть на то, как вы, ну, как вы будете реагировать на психотерапию, да, будут ли у вас, например, элементы сопротивления, да, и так далее. То есть, там некая такая обозабельность. Я хочу выделить, наверное, два основных момента, на которые нужно обратить внимание. Первое – это обиды, второе – это жесткие требования к себе у вас. Обиды необходимо прожить, обиды необходимо выразить, обиды необходимо отреагировать, чтобы они вас в этом смысле вот так не тревожили, не мучили, вот, как это происходит сейчас, на мой взгляд. Вот, потому что сейчас есть такое ощущение, что обиды у вас очень-очень сильно и мощно оказывают влияние, оказывают давление на вас, и, в общем и целом, вам, конечно же, с этим весна и весна сложно справляться, вот. Обиды прорабатываются разными техниками, вот, поэтому тут нужно с ними работать. Что хочется сказать? Сказать хочется, что обиды являются неким таким результатом ожиданий, вот, и, в том числе, здесь история про ваши ожидания, конечно же, то есть, ожидания у вас от себя и от других, по-видимому, достаточно большие, вот, ну, когда этого не происходит, то есть, когда это не оправдывается, то, конечно же, вам становится от этого очень-очень больно. Вот, это такой момент. Следующий момент касается того, что не столько вы, вы, судя по всему, хотите добиться каких-то вот своих целей, да, не столько вы хотите добиться своих целей, сколько хотите, вот, что называется, реализовать свою мечту, вот, и, более того, требуя от себя эту мечту реализоваться, вот. Соответственно, болезнь недовольная реагирует на то, когда этого не происходит. То есть, хочу обратить внимание, что у вас очень сильный, идеальный, идеальный я, вот, который, на мой взгляд, вам, собственно, и ставит палки в колеса во все ваши, ну, во все ваши достижения, вот, во все ваши, скажем так, начинания, вот. И, конечно же, это тоже здесь очень-очень сильно бросается в глаза, то, что вы, вот, движимый, по сути, именно требованием, нежеланиями своими, да, которые у вас есть или могут быть, не, значит, просто наслаждением тем, что вы, ну, могли бы делать, а именно вот требованием, чтобы сделать все вот прям здесь, сейчас, и как, ну, как можно быть быстрее. Вот, соответственно, с этим идеальным я тоже необходимо работать, вот, чтобы оно вас не подавляло, опять же, так сильно, как, ну, как, как сейчас это происходит, вот. Вот, и это является вторым, на мой взгляд, этапом работы, потому что именно пока есть у вас обиды, такие вот мощные, достаточно мощные обиды, пока у вас они есть, вот, вы, соответственно, не сможете двигаться дальше, вот, вы не сможете двигаться вперед, конечно же, вот, 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 это такой момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание. Дальше желательно определиться, конечно, с чем? Дальше желательно определиться с приоритетами вашими, вот, то есть, что вам все-таки важно, вот, что, что вам все-таки нужно, да, что вы все-таки хотите делать, от чего все-таки получается наслаждение, вот, и, и этим тоже заниматься, причем это может очень сильно отличаться от того, что вы себе, например, сейчас, ну, напридумывали, напридумывали, нафантазировали и так далее, очень сильно может это отличаться, это вот тоже довольно важно это понимать, да, довольно важно это понимать, что разные, есть различия, есть разница между тем, что вам реально нравится, что вы, ну, реально на самом деле, например, хотите, хотите делать, вот, и разница в том, что вы от себя привыкли требовать, вот, это очень большая разница в этом, вот, поэтому это тоже необходимо, конечно, учитывать, вот, это необходимо, ну, необходимо, ну, необходимо это понимать, необходимо в этом отдавать себе отчет, вот, то есть, что, ну, с точки зрения психологии, с точки зрения, вот, психотерапии, это, это вот, такая история, на которую нужно обратиться на. Следующий важный момент заключается в том, что вам необходимо обратиться к врачу, вот, то, что вы описываете, может свидетельствовать о некоторых нарушенных процессах головного мозга, вот, к сожалению, опять же, вот, поэтому нужно это исключить, нужно это подкорректировать, если, ну, ну, если, если есть, такая необходимость, если есть, то это нужно подкорректировать, вот, и, соответственно, вам в этом тоже, уже нужна помощь, но только уже не психолога, психиатрико-клинического, психолога, да, и так далее, то есть человека с медицинским образованием. Вот, эм, что хочется ещё рассказать, вы очень много говорите о том, что хотите ловераться, вы очень много говорите о том, что вы хотите все лучше, но не совсем понятно, что именно вы хотите, то есть у вас здесь оценка, ловится оценка, вы очень сильно оцениваете себя, вот. А у меня встает вопрос, опять же, о жить своими чувствами, доверять им и так далее. Собственно, именно из-за того, что вы своим чувствам не доверяете, и именно из-за того, что вы себя оцениваете, вам не сразу, что ваш учитель зависит только от вас, потому что, да, так и так, таким образом вы, эм, в общем-то, что называется, наглядно сталкиваетесь с тем, что вы можете ошибиться. А ошибка для вас очень неприемлема, потому что, ну, вот, вы себя оцениваете, сравниваете и так далее, вот. А, значит, э, также мне показалось, что, э, вот та чёрная дыра, о которой вы говорите, как раз та чёрная дыра, это и есть история про, э, вот эту вот, ну, постоянную такую тенденцию себя оценивать, то есть это и есть чёрная дыра, на мой взгляд, вот, то есть это и есть то, на что уходит большое количество вашей, вашей энергии, вот, как мне видится, как мне видится эта история, ну, как мне видится эта история, вот. И, соответственно, необходимо, чтобы вот на это ваша энергия, да, не уходила. То есть вот это очень, 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 как мне видится важно, если мы хотим вам помочь. Вот. Мне кажется, что вы устали, не очень сильно кажется, что вы устали. Мне кажется, что у вас просто в определённый момент кончились силы и отсюда вот тоже такое подавленное, депрессивное, бессильное состояние. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по умному ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего доброго. Удачи.